Россия, 2021 год. Я нахожусь в эпицентре экологической катастрофы, которая происходит прямо сейчас. Это город Усолье-Сибирское, чуть больше 70 километров от Иркутска, и больше трех лет этот город живет в режиме чрезвычайной ситуации. Здесь все, земля, вода, рыба, люди заражены ртутью, и не только ей. Как так вышло, что огромная промышленная территория оказалась заброшенной и превратилась в свалку токсичных отходов. Кто в этом виноват, и можно ли сейчас с этим вообще что-то сделать, как-то это исправить? Это сортировочное, этот выпуск будет про Усолье-Сибирское, и он будет жесткий. Люди 40-ка не доживают, 45-ки. Вот рак, то 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 еще чего. У меня дед умер от рака желудка, бабушка от рака там тоже чего-то не помнит, отец рак горлом. В каждой школе есть класс, называемый класс коррекции. У меня даже дома два пакетивого газа лежит, на всякий случай. Люди уезжают отсюда, потому что, ну, ловить здесь нечего. В прошлом веке Усольский химпром был крупнейшим химическим предприятием в Сибири. За время своего существования делал практически все, от химического оружия до обычного бытового отбеливателя. Персоль, если помнишь. Это был настоящий гигант, который давал работу и поддерживал жизнь целого города на живописных берегах Ангары. И вот как этот гигант выглядит сейчас. 630 гектаров заброшенной территории, все это похоже на декорации для фильма про апокалипсис. Но самое страшное, глазами здесь не увидеть. Это 2 миллиона тонн химических отходов. Бывшие владельцы этих территорий просто сбежали, часть отходов бросили, остальное закопали, чтобы спрятать и потом не нести за них ответственность. В итоге здесь вся таблица Менделеева и концентрации токсичных веществ в десятки, сотни раз выше предельно допустимых норм. Когда мы приехали на территорию бывшего завода, было ощущение, что тут происходит ликвидация радиационной катастрофы. Это не так. Но реальность не сильно лучше. Так здесь пытаются очистить территорию от ртути. Признаюсь честно, находиться там было страшно. На момент нашего приезда в воздухе на площадке ПДК по ртути были превышены в 230 раз. Если дома разбить маленький градусник, то это паника и срочно нужно вызывать МЧС. Здесь недавно ртуть просто была повсюду. Глядя на это, думаю, ни у кого не возникает сомнений, что это действительно место экологической катастрофы, которая складывалась здесь десятилетиями, но проходила удивительно тихо. Производственное объединение «Химпром» заработало в 1936 году. И места для развития большой химии лучше не найти. У Солья-Сибирская стоит на огромном солевом месторождении. Вокруг полезные ископаемые, бескрайние леса, мощная широкая река, которая несет свои воды прямиком из Байкала. Соль – это натрий-хлор, так что здесь стали делать, соответственно, хлор и его производные. На предприятии в лучшие годы работало 14 тысяч человек. Раньше здесь весь город работал на химпроме. То есть сложно было встретить человека, который на химпроме не работал. Потому что там даже автобусы ходили, если посмотреть с карты, это как территория города, даже, возможно, больше. То есть там прямо по территории ходили автобусы, там были свои столовые, там была целая система жизнеобеспечения. Я живу здесь с рождения. Вы, получается, историю с Солья-Химпромом проживали вместе с ним, когда он еще работал, когда закрывался. И вот нынешние времена. После института я там работала. Это вредное производство. Очень вредное. Не страшно было там работать? Страшновато. Да? Да. Потому что там бывали такие иногда моменты, что взорваться могло. Допустим, смену меняю, там насос горит. Открытый огонь. Это все взрывоопасная ситуация. Огромное химическое производство находилось прямо в черте города. А так как проектировщики завода сильно накосячили с расположением порозе ветров, то местные жители старались пореже открывать форточки. Наблюдай нормы. На один литр объема 1,2 жидкого хлора. Хлор – химическое оружие. В этом помещении хранилось. Несколько вдохов и твоим легким, то есть видистый, конец. Выбросы хлора происходили регулярно. Работников пачками увозили в больницу с отравлениями, а у местных огородников не выживали ни укроп, ни картошка. Но люди не жаловались. Относились к этому как к данности. Это ведь город химиков. Когда дождик проходит, осадки выпадали. Какие-то химические? Химические. Ну, зеленая это была земля. После дождя, да? Конечно. И запахи были, хлора постоянные. Люди даже некоторые в обмороке падали. Я вот здесь вот живу, с 70-го года. С детства ходил в химпром, работал еще. То хлором пахло, то рыбкой, с утра, когда в школу шло. Ну, ничего, живем. В 90-е химпром, как и вся страна, вступил в период кризиса. В ходе приватизации огромный механизм производства распался на отдельные цеха со своими хозяевами. Кто-то из них обанкротился, а кто-то переделал цех в торговую точку. Даже сейчас здесь работает внезапно майнинг-ферма. Потому что электричество здесь самое дешевое в стране. Рядом Иркутская ГЭС. В общем, в 90-е тысячи работников предприятий оказались никому не нужны. Их просто выбросили на улицу. Там люди с семьями работали. Там многие работали поколениями. Многие учились на то, чтобы только там работать. И больше ничего, и не знали, и не умели. Тогда, в 90-е, развалившиеся производства начали оставлять за собой след бесхозных отходов. В 96-м впервые заговорили об утечках ртути с цеха ртутного электролиза, который работал здесь в 70-х. А в 98-м цех закрылся. Ну, точнее, был просто брошен. Его особо не законсервировали, и ртуть была повсюду. Но об этом как-то никто не переживал. А вот что рабочих мест не стало, это для жителей города была проблема. Хотя надежда оставалась. В 2005-м в город приходит спасение. Компания «Нитол» на базе «Химпрома» создает «Усолье сибирский силикон» и презентует первый стране проект по производству поликремния для солнечных батарей. О том, что Россия делает ставку на альтернативные источники энергии, громко заявляют на самых верхах. На международных выставках обсуждают и хвалят этот российский проект. А инвестируют в него «Роснано» и «Сбербанк». Городу «Усолье сибирское» обещали вторую жизнь, обещали большое предприятие с большим количеством рабочих мест, налоговое отчисление, что будет город-сад. Но что-то идет не так. Завод по производству поликремния все никак не могут достроить. К 2010-му консервируют все цеха, которые не нужны силикону. В 2011-м местная газета еще выходит с такими заголовками. «Люди верят в будущее силикона» или «Шагаем в будущее вместе с Нитолом». Но в 2012-м завод закончен только на 75%. Стоимость поликремния на рынке упала в несколько раз. Китайцам удалось сделать гораздо более дешевое производство за счет масштаба. И Нитол заявляет, что никакого будущего не будет. Банкротство. В Усолье под сокращение снова попадает больше тысячи работников. А на промплощадке остается еще несколько ингредиентов для экологической катастрофы. После этого завода остались емкости с кремнией хлорорганикой, которые были там по всей территории завода. Каким-то образом брошены. Причем никто не знал, что в них находится. А надо сказать, что хлорорганика взаимодействуя с влагой воздуха начинает разлагаться и выделять соляную кислоту, которая летит в виде пара. И вот эти облака представляют огромную угрозу, потому что их может ветер снести на город. А представляете, что такое облако кислоты? И сразу следующий вопрос. Что произойдет, если огромная толпа людей остается без работы, а рядом заброшка, где валяется куча ценного металла и оборудования? Естественно, его начинают растаскивать. В 2017-2019 году ночью, если бы мы зашли с вами на площадку химпрома, мы бы увидели Лас-Вегас. То есть в каждом здании что-то горело, пилилось, резалось. Пилили даже городские коммуникации, которые проходят через площадку, оставляя город то без воды, то без света. Пилили все попавшиеся под руку цистерны. МЧСники то и дело выезжали ликвидировать облака хлора или соляной кислоты, которые начали движение в сторону жилых кварталов. Тогда жителям напомнили старое правило у солья. Закрывайте форточки и не высовывайтесь. Тогда же, в 2018 году, мэр города Максим Торопкин ввел режим чрезвычайной ситуации. У меня даже дома 2-3-го газа лежит на всякий случай. А так получилось, что мне друг подарил, он слышал про нашу ситуацию в городе, как бы приехал не с пустыми руками и говорит, вот, я тебе дарю, слышал, как у вас тут все плохо. В 2019-м про у солья наконец заговорили. Особенно громко после приезда главы Росприроднадзора Светланы Родионовой. Когда приезжала Светлана Геннадьевна Родионова, я ее водил по цеху ртутного электролиза, мы ногой спокойно могли пинать ртуть. То есть она взяла палочку, катала шарики и говорит, слушай, ну это же ртуть. Она была в ужасе. Назвала химпром вторым Чернобылем, дальше президент дал поручение действовать немедленно, так все и закрутилось. Экологическая катастрофа здесь разворачивалась десятки лет. Но получается, что никто за пределами у солья не знал о ней? Или знал, но все просто бездействовали? Замалчивали экологическую катастрофу? Самое парадоксальное для меня отношение местных к этой ситуации. Да, она сколько лет лежала там, ну и лежит, ну можно так сказать, мы этим дышали сколько времени. Никому ничего по идее не надо. Я как бы сам там сколько раз мимо ходом проходил. Ну когда уже закрылось, не закрылось. Все кучками лежало, валялось. Сколько лет. Здесь своих проблем в городе хватает. Мало работы, небольшие зарплаты, еще какие-то моменты. Поэтому всем на то, что тут химикаты, мы все привыкли уже к этому. Сложно в голову уместить факт, что практически у всех, с кем я общался в усолье, кто-то из близких умер от рака. С онкологией так или иначе сталкивался каждый. При этом многие вообще никак не связывают это с огромной, токсичной свалкой по соседству. Очень, очень много онкологией болеет. Вот у меня лично свекровка умерла от онкологии. Вот недавно муж у меня. У меня дед умер от рака, желудка. Бабушка от рака там тоже чего-то не помнит. Вот отец рак горло, брат рак. Что-то тоже там у него был. Тобирак печени, то ничего. Онкология, она везде всегда присутствовала. У меня жена умерла от онкологии. Просто вовремя не вырезали то, что мне должно было вырезать. Люди хватают за экологию. У экологии это что? Чего ей будет экология? Онкология не из-за этого. Усолье Сибирское из года в год входит в списки городов России с самым грязным воздухом. Болезни органов дыхания и щитовидки, которые чаще всего связывают с плохой экологией, у взрослых и детей здесь выявляются чаще, чем в среднем по Иркутской области. А средняя ожидаемая продолжительность жизни в Усолье 65 лет. На 6 лет меньше, чем в целом по России. Отдельная история – это последствия заражения огромных территорий ртутью. А не страшно здесь детей растить в такой обстановке? Да как-то не задавался я лично этим вопросом. Ну, я жил здесь, все детство вырос. Природа может сама себя излечить. Я думаю, местами, если бы где-то совсем все было плохо, я думаю, мы бы на себе почувствовали. Поэтому мне не страшно. Самая громкая и жуткая история отравления ртутью произошла в Японии в середине прошлого века в городе Миномато. Если смотрел мой выпуск об этом, то помни, что долгое время там вообще никто не мог понять, что происходит. С момента, когда завод начал сбрасывать ртутные отходы в залив, до момента первого зафиксированного диагноза прошло 25 лет. Все это время люди ели рыбу с метилртутью. Это преобразованная микроорганизмами ртуть, которая встраивается в пищевые цепи, накапливается в организме и приводит к страшным поражениям нервной системы. К чему я все это? Когда я узнал о ртутном загрязнении в Усолье, мне реально стало страшно. И сейчас я хочу просто пройтись по фактам, которые мне удалось собрать. В 70-м году практически на берегу Ангары заработал цех ртутного электролиза для производства каустической соды. Конечно, его первыми жертвами стали сами работники. С 80-х им ставили диагноз «профессиональная ртутная интоксикация». Ртутный цех. Были там знакомые, кто там работали? Я уже, когда пришла, уже закрыли его. Но у меня у соседки, муж работал там, тоже заболевание было, он умер. В основном выявляли ртутные отравления второй стадии. Это вегетативные расстройства, ртутный тремор, когда трясутся пальцы рук. Плюс ухудшается память, внимание, работоспособность, появляется склонность к депрессии и резкие смены настроений. У нескольких человек зафиксировали третью стадию. При ней уже начинается деменция, нарушение речи и координации движений. Такие симптомы были у работников цеха, но ртуть оказалась и за его пределами. Когда в 98-м цех электроли забросили, ртуть, как тяжелый металл, постепенно просачивался сквозь землю. Под цехом натекло целое озеро в 300 или даже 500 тонн. По объемам это можно сравнить с небольшим месторождением, но в Сибири нет месторождений ртути. Еще ртуть не должна была оказаться, но оказалась вот здесь. В гигантском шламонакопителе, который был предназначен для не очень опасных отходов. По данным МЧС, здесь превышение ПДК по ртути в 238 раз. 130 гектаров вот такой безжизненной, если так можно назвать, почвы. Тонны, то есть это даже не килограммы, не десятки килограмм, это тонны ртути, которые были тогда сброшены. И сейчас вот там огромная площадка, она представляет довольно с собой неплохую опасность, потому что она вся пропитана вот этой ртутью. И при этом она может пылить, вместе с пылью ртуть может лететь. От шламонакопителя до ближайших домов здесь рукой подать. Там все это время жили и сейчас живут люди. Ну и, конечно, вода не могла остаться без заражения. Раньше не было жестких норм и надзора за утилизацией промоотходов, поэтому в советские годы они могли спокойно сливаться в ближайшую реку. В саму реку Ангараза все время работы цеха, по самым скромным оценкам МЧС, попало 60 тонн ртути. Еще в 92-м в рыбе из Братского водохранилища, которая километров 200 вниз по течению, находили высокие концентрации ртути. В 97-м закрылся местный рыбзавод. До сих пор рыбу в Усольском районе и ниже по течению лучше не есть. Я не ем рыбу вообще. Не, ну ем эту, океанскую. У нас были случаи, ну в газеты прописывали, что что-нибудь там вот сольется где-нибудь откуда-нибудь, выползет и все. И рыба кверху пузом полавает. А знаете, пугали нас ртутью тут, заражением ртути. Чем только не пугали, ставили знаки. Никогда ничего. Всю жизнь рыбачили, всю жизнь ловили, ничего. Ну рыбаки рыбачат. Я сам ем рыбу с ангары. Ее же не видно ртуть, когда ты ее ешь. Институт геохимии сибирского отделения РАН с 98-го года ведет мониторинг содержания ртути в рыбе и донных отложениях. Ртуть – это тяжелый металл, который оседает над ней. Там его перерабатывают и поглощают микроорганизмы. И даже если с водой все ок, то по мере прохождения ртути по пищевым цепочкам она накапливается. И в рыбе превышение уже может быть десятки раз. Но, конечно, люди рыбачат здесь, несмотря ни на что. В селах это вообще один из немногих способов себя прокормить. Вообще много рыбаков здесь, много ловится. Да-да, постоянно. Много их. Слышали, что у Сольхимпром здесь недалеко? Слышали. Слышали? Не пугает это? Да нет. Вплоть до 2015 года было обследовано 17 тысяч человек из приангарских сел. У 70% людей содержание ртути в моче и волосах оказалось выше фонового. У 10-12% выше допустимого. И 2,5% уже имели признаки легкой степени отравления ртутью. В группе риска значились дети до 6 лет, которые получали порции ртути с коровьим молоком. Официальных случаев болезни миноматов при Ангарье нет. Медицинские работники, с которыми мы консультировались, говорят, что в местной рыбе концентрация ртути в разы меньше, чем была в заливе миномата. Плюс местные просто не едят столько рыбы, сколько в Японии. Я не могу ничего утверждать. Я не специалист. У меня нет ни медицинского, ни химического образования. Просто зная историю с миномата, можно вспомнить, что химическое отравление ртутью может выглядеть как множество других диагнозов. Альцгеймер, ДЦП или, например, умственная отсталость. Кто-то влияет на психику человека. То есть у нас есть своя психонерологическая больница. У нас в каждом классе, в каждой школе есть класс, называемый класс коррекции, где есть дети, которым требуется особый подход, особая помощь. Я считаю, это тоже наследие химпрома. Без масштабных исследований точно говорить о причинах этого сложно. Но в любом случае жуткое наследие химпрома оказалось просто невероятным по своим масштабам. Когда объект включили в нацпроект «Экология», сюда пришли Росатом и его федеральный экологический оператор. По полной подключились МЧС и Минобороны. Летом 2020-го они провели полное обследование территорий и сделали презентацию на 30 страниц, от которой мурашки по коже. Презентацию я оставлю в описании, можешь ее подробно изучить, но вот главное. Там сказано, что ПДК по ртути в сточных водах была превышена в 33 900 раз. Сейчас ртутный цех снесли, его продолжают разбирать, промывают обломки от ртути, а растворы фильтруют. Возле бывшего водозабора из Ангары на нужды химпрома обнаружили нефтяную линзу, из которой в реку попадало примерно по 2 килограмма нефтепродуктов в сутки. Сейчас ее физически оградили от реки и придумали хитрую систему фильтрации, чтобы нефтепродукты не попадали в воду. 12 скважин с отходами, в одной из которых было 18 тысяч тонн горючих токсичных отходов производства эпихлоргидрина, законсервировали. Теперь они не должны протекать. Старые бочки с химотходами заменили на новые. Это первоочередные меры, чтобы предотвратить внезапную угрозу жизни и здоровья человека. Почти все, что могло выветриваться, сливаться и просачиваться, было законсервировано. Почти потому, что остается, например, еще шламонакопитель и ливневый коллектор. А то, что годами попадало в реку, почву и грунтовые воды, к сожалению, уже никак не выковырить. Режим чрезвычайной ситуации не торопятся снимать. Есть вероятность, что еще не все отходы на площадке нашли. Возможно, остались какие-то сюрпризы. Если они появятся неожиданно, действовать нужно будет оперативно и решительно. Теперь все законсервированные отходы ждут переработки. Ими должен заняться новый экотехнопарк, который построят на месте химпрома. По плану, все, что здесь накопилось, хватит как минимум на 10 лет его работы. А потом он займется переработкой опасных отходов из других регионов. И вот вторая часть плана многим жителям Усолья не очень нравится. Против, конечно, по идее. Против, конечно. Но дети в нашем жителе будут перерабатывать. По-любому отходы будут здесь выбросы эти. Мы этим дышать будем потом. Лично я за. Я считаю, что если есть возможность переработать все эти химикаты, все туртуть, и еще использовать во вторичном производстве, это сейчас не то, что модно, но это экологически важный момент. Я считаю, что этот завод нужно построить, нужно утилизировать весь этот накопленный вред, накопленную химию, которая здесь есть. Вот, честно говоря, я за себя скажу. Вот я жду, потому что я знаю, что городу нужны рабочие места, городу нужна какая-то новая кровь, движение. По всему земному шару, вроде в Россию, свозят помойку эту. И дети перерабатываться будут. Я просто не представляю, здесь что будет. Было собрано более 7,5 тысяч за очень короткие подписи, за очень короткий срок. Людей, которые выступили против. Как говорится, люди, обжегшись на молоке, дуют и на воду. Поэтому с долей скептицизма смотрят на это новое производство. И после десятилетия обещаний лучшей жизни легко можно понять скептицизм людей по поводу очередного нового суперпроекта. Что я действительно сначала вообще никак не мог понять, как можно спокойно жить, растить детей, когда у тебя под боком такое химическое минное поле. Ответ оказался очень простым. Они привыкли. Они всегда так жили. Для них здесь нет ничего ненормального. И всю эту историю я тебе рассказывал не чтобы ты их пожалел. Просто мне не покидает одна мысль. Может мы все как-то тоже привыкли к некоторым вещам? Река. Да всегда она здесь такая грязная была. И лучше в нее не лезть. Воздух. Да всегда таким дышали. И вроде норм, живем. Или все-таки все должно быть как-то иначе? Если есть мысли по этому поводу, пиши их в комментарии. Давай это обсудим. Чтобы больше людей увидело этот выпуск, ставь лайк и делись этим видео. Не забывай подписываться на канал и ставить колокольчик. Для нас это все действительно важно. На этом все. Это была Сортировочная. Пока. Редактор субтитров А.Семкин